Fujifilm X-T100 – беззеркальная камера X-серии продвинутого начального уровня, ориентированная на фотолюбителей. Fujifilm X-T100 обладает APS-C-сенсором изображения с разрешением 24,2 Мп, рабочим диапазоном эквивалентной светочувствительности ISO от 200 до 12800 и возможностями его расширения от 100 до 51200 единиц. В сенсоре используется цветовой фильтр Байера. Минимальная выдержка при использовании механического затвора 1,004 секунды, а при использовании только электронного затвора составляет впечатляющее 1,003 секунды. Дисплей у нашей героини можно наклонить или развернуть, что обеспечивает гибкость при съемке. Fujifilm X-T100 использует те же батареи, что и все камеры системы Fujifilm X, включая флагманские. Однако отдельное зарядное устройство для них в комплект поставки не входит. Заряжать аккумулятор можно внутри камеры с помощью адаптера питания, подключаемого к разъему USB. Объектив Fujinon XC15 45 мм f3.5 и 5.6 OIS-PZ PowerZoom, которым комплектуется камера, производитель именует самым компактным и легким оптическим инструментом системы Fujifilm X. Кроме того, это первый опыт компании в использовании моторного зума в линейке объективов для Bayonetta X. Трансфокатор обладает собственным приводом, управление которым осуществляется при помощи электроники. Это традиционно приветствуют видеоблогеры. Серьезным достоинством объектива является встроенная оптическая стабилизация изображения, обеспечивающая по данным производителя выигрыш в три ступени экспозиции по длительности выдержки при съемке с рук без смаза изображения. Несмотря на отсутствие привычной профилированной ручки, ее заменяет специальная накладка, которую можно закрепить с помощью винта или снять. Fujifilm X-T100 неплохо лежит в руке. Баланс с комплектным объективом вполне удачный. Управлять камерой в целом комфортно. Все основные функции доступны через колеса, селекторы и функциональные кнопки, включая быстрое меню – Q. Несколько непривычно расположение колесоуправления, которое установлено вертикально. Под указательный палец правой руки хорошо ложится не только главная кнопка спуска затвора, но и рычаг выключения питания. Дисплей сенсорный, однако управление выбором точки фокусировки путем прикосновения пальца к экрану несколько затруднено замедленной реакцией электроники. Аналогичный недостаток присущ и кнопке управления активацией съемки видео, которую приходится удерживать до половины секунды. Столько же требуется и для выключения видеозаписи. Камера позволяет использовать полностью автоматический интеллектуальный режим съемки SR+, или другие стандартные режимы, включая полностью ручной. Колесо слева позволяет выбрать один из 14 режимов моделирования пленки, будь то реалистичные цвета Provia, яркие оттенки и насыщенные цвета Velvia, мягкие тона Astia, Classic Chrome для передачи атмосферы, необходимой в документальной и уличной фотографии. Колесо можно запрограммировать на любую другую функцию, например, для оперативного управления ISO. Снизу колеса есть рычаг, открывающий вспышку. Главным сюрпризом для видеографа станут два обстоятельства. Минимальная эквивалентная светочувствительность при видеосъемке ограничена ISO 400, и возможность корректировать экспозицию не предусмотрена. Максимальное разрешение видео составляет 3840 на 2160 пикселей при 15 кадрах в секунду. Разумеется, при такой частоте кадров получить сколько-нибудь удовлетворительное качество изображения не удается. Впрочем, и в режиме Full HD при 60 кадрах в секунду картинка видео далека от совершенства. Fujifilm X-T100 по своим возможностям превосходит камеры начального уровня. Она дает возможность получать изображение высокого качества, но ограничена в своих возможностях скоростью автофокуса, замедленной реакцией тачскрина и урезанными возможностями съемки видео. Благодаря компактности и малому весу камера подойдет для путешествий. На момент завершения этого видеообзора цена камеры Fujifilm X-T100 в российской рознице составляет 40 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok